всем привет мои хорошие сегодня у нас долгожданный обзор на украинский сорт калин неженка она у меня пролежала полторы недели на солнышке пришла потому что с легким запахом влаги такого знаете я не скажу что прям вот болото как многие пишут нет просто влажного подвала вот так давайте приступим давайте будем смотреть когда берешь большой кусок в руки кажется что она очень плотная она она реально плотно и очень пыльный сорт очень очень такой структурированный вот с такими лунками я не знаю если честно что это так вот сейчас я вам покажу его в разрезе очень красивый встречаются оранжевые вкрапления вот такой вот он пористый без молочного цвета с легкой ноткой так сказать бежевого вот так вот красавчик но иногда я специально оставил этот кусочек чтобы вам показать встречается и вот такое это по ходу камушек достаточно тяжело сломать руками но можно давайте пробовать я хочу откусить от большого куска мы конечно все с вами погрызем сейчас будем откусывать от такого идеально вычищенного кусочка поскрипывает очень мягкий гриб незначительный вот этот кусочек скрипит а вот этот мы сейчас повторно откусим не хрустит не смотря на то что структура кажется плотной но не хрустит очень легко откусить скрип ощущается в конце при рыжевывании очень 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 мелкие частички при мелкие мелкие интересно все у меня куски скрипят пока сколько попробовала все поскрипывают при укусе крошится он по ходу весь скрипит такой мелкий 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 песочек на зубах но скрип не отталкивающий то есть как бы вам сказать его хочется еще раз откусить вот так я скажу не противный как вот у некоторых ворских сортов скрип мягкий сейчас проведем эксперимент весь он скрипит или нет потому что азовский каолин до попадаются скрипучие кусочки но в основном он чистый походу все кусочки скрипят он не залипает если откусывать по чуть-чуть но если откусить побольше будет небольшое залипание ну вот этот кусочек практически не скрипит но есть сейчас попробуем эти три кусочка пока по вкусу он хорошо просушился пока вкус не отличается одинаковый сейчас мы с вами все попробуем я вам расскажу вот и интересное наблюдение он такие большие куски если хорошо просушить у них будет очень-очень глухой хруст он тут кусила много видите у него структура пористая тоже поскрипывает но не так как эти кусочки совсем-совсем чуть-чуть я бы сказал даже практически не поскрипывает так очень нежный и нам осталось попробовать вот этот кусочек вот эти вот три куска больших они практически не скрипят в отличие от маленьких и так сорт очень мягкий очень комфортный залипание минимальное он практически не липнет если понемногу откусать он вообще залипать не будет при укусе он суховат когда вы его кусаете вот такая мучнистая структура при намокании образует жирненький крем не кашицу не комок вот именно жирненький крем легко разжевывается полностью оправдывает свое название очень нежный сливочный меловой в нем чувствуется легкая нотка пыли прям такая легкая легкая и он знаете по вкусу похож на калин узбекский вот мне кажется вот они схожи по вкусу кому нравится калин узбекский вам понравится неженка вкус у него ощутимый вкус чувствуется там вот в этом куске знаете вот кусаешь у него не скрип а такие отдельные частички мелкие мелкие скрипнут раз-два и все и пропадает практически чистый хруста нет он очень мягкий очень нежный и очень вкусный залипание минимальное как я уже сказала ведет себя так же как все другие калины растворяется в шелковистую кашицу и очень легко проглатывается я скажу так мне его скрип не мешает очень вкусный очень нежный сливочный такой миловой есть небольшая нотка пыли вкуса земли здесь в нем нет вот я ощущаю пыль давайте проведем эксперимент я со светом у меня опять перебои и так остановились мы на том что я хотела откусить его побольше и посмотреть как он себя ведет давайте возьмем вот этот кусочек вот такой красивый и откусим слегка вяжем рот вначале потому что сухо кашка уже погуще потягучее пожирнее но не залипает чуть-чуть-чуть-чуть залипает растворяется до конца и все в общем подведем итоги этот сорт мне нравится несмотря на то что где-то местами встречается скрип ничего страшного вкус обалденный пыльный миловой побелки ощущается яркая нота сливочности очень мягкий очень комфортный для зубов ну что я могу сказать противного вкуса вот как будто жуешь муку в нем нет вкус ощущается вкус яркий в общем вкусный каолинчик я вам рекомендую кто любит каолины всем огромное спасибо за просмотр всех люблю целую всем пока пока-пока